Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня у нас с вами будет винная дегустация. И пробовать мы будем вино из винограда сорта Реформ, урожая 2019 года. На дворе у нас сейчас 2022 год. Маленькая предыстория. Я, конечно, давно думала, что мы эти вина выпили. Но так получилось, что разливала я его в бутылки в феврале 2020 года. И потом несколько бутылок положила к родителям в погреб. Как раз таки для того, чтобы посмотреть, как вино хранится, какой у него потенциал. Ну, поскольку бутылок было немного, и был там не только Реформ, были там и моя стандартная красная смези Лго-Русский ранний Симоне. Постепенно мы эти бутылки выпили, а одна осталась. И вот буквально недавно, как раз я заходила к родителям, надо было спуститься в этот самый погреб. И я обнаружила эту бутылку. И вот сегодня мы с вами будем пробовать, что же там сейчас, что произошло с этим вину спустя вот такое время. Для начала обратим внимание на пробку. Бутылка у меня лежала в горизонтальном положении. И смотрите, вот я как-то вам рассказывала вообще про корковые пробки. Пробка промокла вся практически до верха. То есть вот такие пробки, коротенькие, они не годятся совершенно, ну, отвратительное качество для того, чтобы держать вино на длительном хранении. То есть такие пробки, еще раз повторяю, они только вот на пару месяцев закрыть, кому-то красиво эту бутылку преподнести. Все, на больше они, к сожалению, не годятся. Ну, по запаху тут ничего страшного. Нету каких-то таких настораживающих запахов. Но мы наливаем само вино. Обращаю сразу ваше внимание на цвет. Бокальчик запотевает. Вино стояло вот, когда я его привезла с дачи, то оно стояло в холодильнике. Буквально дня два, и температура его сейчас порядка 10 градусов, поэтому бокальчик запотевает. Но, смотрите, цвет довольно светлый. Почему я обращаю на это внимание? Дело в том, что это вино было приготовлено по красному способу, несмотря на то, что виноград белый. По-моему, на тот момент порядка 3-4 дней оно выдерживалось на мезге. А также, на всякий случай, еще раз рассказывают, но что могут быть и новые зрители, при приготовлении вин я не использую никакие антиокислители, никакие химические реагенты. То есть, у меня вино – это просто виноградный сок. Сброжен на диких дрожжах. А также в 2019 году я еще не использовала дрожжевые закваски. Виноград забражил самостоятельно, после того, как ягода помялась, ну, там через пару дней начиналось брожение. То есть, белый виноград без добавления антиокислителей, на диких дрожжах, при спонтанном забраживании, при выдержке на мезге и без соблюдения температурных режимов. Тогда было тепло, я снимала реформ, по-моему, это было вот буквально 1-2 сентября, было очень тепло. То есть, даже без какой-то регулировки температуры у нас получилось вот такое вот светлое вино, я бы сказала, классического белого вина цвет. По запаху легкие медовые нотки. Вот если взболтать немножко в бокале, то этот запах усиливается. Возможно, какие-то цветы, к сожалению, моему большому, вот в чем я точно не спец, это в описывании вкусов и аромата. Вот над этим надо, как говорится, работать, работать и работать. Ну, а теперь поговорим о вкусе. Да, кстати, вино выброжено насухо. Что ощущается? Ощущается легкая, приятная кислинка, которая придает вину свежесть. Несмотря на то, что вино такое, в общем-то, возрастное для белых вин, для светлых вин и для того, как оно сделано, я бы сказала, что оно ничуть не потеряло. Мне оно по вкусу напоминает, наверное, шардоне. Ну, если вот так вот с чем-то ассоциировать его вкус. Вино из реформа в молодом возрасте, если мы его ставили, например, осенью, а пробуем по весне, оно будет иметь яркий вкус и аромат груши. Такой вот сладкой груши дюшеса. Сейчас фруктовых нот здесь не осталось, что присутствуют. Нотки медовые, как мне кажется, нотки цветочные, может быть, немножко нотки какого-то дерева, но все это такое очень приятно и очень гармонично. И повторю, что если сравнивать вот с какими-то такими классическими магазинами винами, то ближе всего, по моим ощущениям, это вино стоит к шардоне. И что интересно, вот пару минут вино стоит, и оно начинает еще раскрываться новыми нотами. Как я уже сказала, вот в запахе нотки такие медовые, а теперь появляется легкий такой аромат воска. Как вот мед, если его прямо сотами сразу резать, свежий из улья, то вот теперь оно приобретает именно такие свойства. И дело в том, что я знаю, что вот мои белые вины, которые я делала по красному типу, по крайней мере, вот из того, из тех сортов, с кем я работаю, если их брать совсем холодными, они получаются более закрытыми. А потом, когда они немножко постоят до температуры 14-16 градусов, вот это такая идеальная температура для конкретно моих вин. Тогда они начинают больше раскрываться, больше давать ароматики. Ну вот сейчас во вкусе вот эта медово-восковая нотка, она становится несколько более яркой и более ярким становится послевкусие. Еще хочу вам рассказать один интересный факт о конкретно этом вине, конкретно этого года урожая. Значит, разливала я его по бутылкам, в конце февраля, ну, такая была необходимость. А в начале марта одну из этих бутылок я понесла на дегустацию. И так получилось, что когда ее открыли, да, там был вкус груши, ну, такой несколько, может быть, переспелый, и был легкий уксусный тон. На тот момент я не совсем знала, что это такое, уже после почитав, что в натуральных вин это вполне возможно, это летучая кислотность, со временем она проходит, и все свином становится хорошо. Ну, и вот, да, где 20-й год, сейчас 22-й, конец марта, то есть прошло вот два года с момента розлива, здесь не стало никаких уксусов, ничего в вине не испортилось, оно развилось, приобрело интересную, приятную ароматику. То есть тут вам такой небольшой совет, если ваше вино вдруг приобретает какие-то легкие уксусные нотки, либо легкие ацетоновые нотки, не надо спешить его сразу выливать, считать, что вино плохое, потому что на самом деле в вине происходит огромное количество химических реакций, в том числе и реакций восстановления, и все вот эти вот негативные запахи потом могут уходить. Да, обращать на это внимание можно, нужно, но это далеко не всегда приговор в вину. И вот этот конкретный пример очень хорошо это иллюстрирует. И в завершении, что я вам хочу сказать, что, конечно, вино впечатлило. Да, я тоже развиваюсь, я читаю много всякой литературы и много, где написано, что и белая вина долго не живут. И, в принципе, сейчас идет такое, я бы даже сказала, где-то агрессивное навязывание, что вот без серы мы не сделаем, без температурной регулировки мы вино не сделаем, храниться оно не будет, ничего не будет, натуральный вина – это вообще полная ерунда. Тем не менее, жизнь показывает, что все реально, все возможно. Да, не во всех случаях у нас может получиться такая идеальная картинка. Возможно, не со всеми сортами. Ну вот, сорт Reform, мой любимец, очередной раз меня порадовал. И очередной раз показал, что из него можно делать абсолютно любое вино. по белому, по красному, шампанское, все что угодно. И каждый раз он будет давать хороший стабильный результат. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку «Еще». Ссылка на каталог наших сортов и награды и мой контакт. До новых встреч! До новых встреч!